А еще, сюда у нас этот скутер-звуковой датчик, и он будет ускорять лечение произведения. Такие гипсы научились делать казанские специалисты. Целую серию прорывных изделий для медицины запустили с помощью достижений цифровой индустрии. На 3D принтерах стало возможно и отпечатать улучшенные шейные имплантанты. Как говорят разработчики, в мире такое производство только-только набирает обороты. То, что мы научились делать сетчатые структуры, мы можем делать любой имплантант, он будет сетчатый. Это первое, уменьшение веса. Потом, мы можем делать это из титана, это позволяет сделать его биосуместимым. Но это, наверное, больше идет к индивидуальности. Со всеми разработками сегодня познакомились министр связи России Николай Никифоров и президент Татарстана Рустам Мениханов. Развитие цифровой экономики сейчас приоритетная задача в стране. Ключевую роль здесь играет роботизированное производство. Сверху можно прикрепить манипулятор с тем, чтобы выполнять уже более сложные операции. Вот на двери видели модуль, который там поставит. Сюда нужно поставить. Подобный, да. То есть можно будет уже открывать двери, двигаться в лифте. Ключевой компонент цифровой индустрии – это и люди, что умеют с ней обращаться. Для этого студентов стали учить, как работать со средствами дополненной реальности и промышленным интернетом вещей. Мы отрабатываем здесь именно со студентами, каким образом они на реальном предприятии должны программировать эти станки, писать управляющие программы и получать качественную продукцию. Воплощение на месте в Татарстане. Масштабная задача цифровизации российской экономики федерального министра впечатлила. Сегодня мы смогли посмотреть и очень впечатляющую выставку, реальные результаты исследований, разработок по самым передовым направлениям, которые идут и в рамках программы «Цифровая экономика». Как рассказал Рустам Мениханов, сейчас в республике внедряется много новых компетенций, и они уже востребованы у крупных компаний. Вот Альберт Кашапович там сразу техзадание дал на миллиметр, если будет, мы закажем. То есть вещи, которые здесь делают, самое главное, это студенты, они уже будут как бы интегрированы во все эти процессы цифровой экономики. Сегодня на встрече отметили, что нашим студентам нужно расти в своих конкурентоспособности, а для практического воплощения талантов нужно больше создавать малых инновационных предприятий. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова